приветствую всех на своем канале и сегодня я хочу рассказать о своих самоделках которые я уже сделал когда еще у меня не было своего канала то есть этим самоделкам уже около четырех лет я сейчас покажу их покажу все размеры расскажу что и как сделать кому интересно остаемся и смотрим погнали первая моя самоделочка это вот такая вот станина для большой болгарки вот так вот она работает в интернете их очень очень много выбрал я самую простую самую надежную станинку и изготовил для себя конечно сделал по своим размерам маленько под себя все это модифицировал сейчас покажу как она устроена принципе кто уже маленько разбирается понял за основу взят вот такой вот 5 миллиметровый кусок железа как видите он даже не ровный ну как бы я его слепила из того что было 125 миллиметров ширина 125 и длина 130 миллиметров были взяты две пластины толщиной 5 миллиметров пластины я взял от вот таких вот навесов которые были на воротах отпилил приварил и вот здесь вот перемычку сделал тоже из такой же пластины на нее отдел пружину и пружину закрепил на проф трубу проф труба 40 на 20 миллиметров и все все элементарно все вот так вот работает кому интересно высота 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 пластин примерно 165 170 миллиметров ну естественно здесь внутренний 40 для проф трубы просверлил отверстия с двух сторон вот эти дырки уже были вставил болт с шайбами получается 95 миллиметров высота все никаких подшипников никаких втулок просто болт шайбами затянул сильно не стал затягивать чтобы ход был и все вот так вот она отлично в три года у меня работает здесь вот под 90 градусов положил чтобы вот так вот пил был вот такой вот получается вот такой вот уголочек прикрепил в основном под 90 градусов все пилю если надо под 45 или еще под какой-то градус допустим нам вот здесь вот делаем отверстие под саморез заранее разметив градус и откручиваем его и переставляем как нам надо чтобы пил соответствовал вот этому углу как он крепится сверху так же все с этой же пластины железа отрезал два куска приварил вот сюда на краешек приварил сюда здесь болтом затягиваем здесь ручкой от болгарки если надо снять ее откручиваем ручку откручиваем болт все элементарно просто вот эти шинки по размеру болгарки сделал и все это буквально я за 20 минут все это дело сварил и она мне служит очень удобно даже можно пилить какие-то брусочки толщиной 2 20 15 миллиметров по дереву вот этим вот кругом я вот заготавливаю дрова себе для печки чтобы разжигать вот все идет и ламинат и кусочки все это пилится здесь без проблем вот таким вот такой вот станочек станинка получилось также на этом станочке можно затачивать ножи сейчас одену свои очки кстати сейчас у нас зима как у вас у всех когда потеплеет я буду все это разбирать и сделать делать себе капитальные уже как говорится верстак капитальный приобрел я вот такие вот тиски обалденные весят они в районе 50 килограмм но это как говорится стояли они где-то на заводе еще советского времени вот они мне достались я них давно мечтал то есть это очень незаменимая вещь наших самоделках открываются как вы понимаете вот досюдова то есть очень большой где сантиметров 50 зажим у них точно есть вот ну и все я в принципе подтачиваю на ней ножи если так не для кухни для гаража там что-то отрезать сейчас я продемонстрирую как этот нож и режет вот этот нож режет отлично для гаража самый раз то есть два раза на болгарь его провел и резать можно резину в общем всякую ненужную вещь вот у меня лезвие сломалось я приварил кусок трубки вот такой вот овальный железный и теперь как бы этот нос у меня в хозяйстве вторая самоделочка сверлильный станок то есть стоечка сверлильная для дрели соединительный механизм я выполнил таким вот образом от трубы отрезал кольцо с двух сторон его разрезал и приварил гаечки то есть и вот такие вот болты которые можно регулировать затяжку здесь вот пластинка железная такая вот проволочка восьмерочка и получается два уголка приварил между собой чтобы они ходили по вот этой вот профтрубе два с половиной на два с половиной сантиметра то есть по 25 трубе вот так вот работает обалденно все это дело ходит за основу я взял у меня была тонкостенная пластины из железа где-то два миллиметра но я ее укрепил еще кусочком и теперь она жестко стоит прикрутил дерево плите сам подвижный механизм у нас выполнен на тросики вот таким вот образом намотал тросик вот здесь вот приварил две пластины и сделал отверстия под болт естественно болт засунул с этой стороны вот никаких подшипников ничего и здесь закрутил его и приварил к нему тоже вот такие вот прочки восьмерочки на конце шарики от подшипника и получилась вот такая вот рукоять управления вниз вверх все элементарно просто тросик стянул обычным обычной гайкой расплющив молотком здесь вот приварил тоже болтик чтобы можно было закрепить и вверху взял шпильку шпильки кусок можно длинный болт вот здесь вот его распилил одел тросик также вот здесь также его зажал гайкой а вот это вот получается шпилька половина шпильки уходит вовнутрь профтрубы и регулируется вот этим болтом натяжка натяжка тросика вниз вверх его натягиваешь он под получается шпилька вылазит и тросик натягивается как все это работает дрель обычно брать с регулятором оборотов сейчас я все продемонстрирую например пруточек на такой вот и в него в нем нужно просверлить отверстие выставили обороты колесиком и на малых оборотах пробуем сверлить можно добавить оборотов если металл толстый вот таким вот ребят образом просверлили мы отверстие ровненько четенько то еще немаловажно друзья вот здесь вот есть вот такой вот саморезик вкрученный если нам нужно на определенной допустим высоте если пользоваться вот таким вот моим шлифовальным кругом волочным кстати как я его сделал вот здесь вот ссылочка в описании перейдите посмотрите его делает его сделать за две минуты так вот чтобы он туда сюда не ездил чтобы его зафиксировать саму дрель просто вот этот болтик затягиваем посильней саморезик и все стопориться на нужном нам на нужной нам высоте кому понравились вот такие вот самоделочки ребят ставим лайки подписываемся обязательно на мой канал и вас еще ждет очень много интересных самоделочек до скорых встреч